так первое смотрите внимательно это график спайдера то есть это ETF на S&P посмотрите внимательно рынок никуда не идет то есть видите мы один раз вышли из канала но нас обратно тут же загнали в канал и вот мы постоянно открываемся с такими гепками для чего я показываю этот график я показываю этот график в первую очередь чтобы вы выбирали инструменты которые не идут за S&P это очень и очень важный фактор нужно выбирать инструменты которые не ходят за S&P и сегодня я покажу несколько картинок и покажу как выбирать такие картинки для того чтобы когда вы сядете торговать чтобы вы самостоятельно могли выбирать именно те инструменты которые смотрятся очень и очень хорошо первый такой инструмент я сегодня его дал в телеграм-канале у нас есть телеграм-канал это акция PayPal итак посмотрите внимательно давайте я вам сейчас покажу из график смотрите акции PayPal посмотрите с 2021 года упали практически до уровней 2017 года не практически а до уровня 2017 года таким образом недалеко и мы вполне возможно можем обратно вот сюда вот прийти и тогда это будет полная жопа итак посмотрите внимательно чем примечательны эти акции эта акция очень хорошо смотрится на шоу причина первая эта акция после очень сильного падения вообще практически не отскакивает раз причина вторая эта акция гораздо слабее рынка учитывая то что у нас NASDAQ где-то болтается возле хаёв и S&P болтается где-то возле хаёв акция PayPal возле своих низов то есть мы пришли к низам за которых мы были в 2017 году не забывайте одну вещь еще же сейчас я вам покажу что вот эти все ребята да которые покупали это акции вверху это по сути дела засажены то есть в акции практически не осталось людей даже на 99 процентов что не осталось скорее всего эти ребята которые заходили они давно уже вышли то есть в акции уже не осталось абсолютно людей которые по сути дела продолжают зарабатывать деньги то есть PayPal сейчас это акция по сути дела которая похоронила огромное количество лонговых игроков то есть покупателей и в ней по сути дела сейчас зарабатывают только те кто пытается шарить дальше вот когда вы видите вот такие вот так называемые задёрги против трендов что такое задёрг против тренда резкое движение против тренда которая по сути дела потом обратно возвращается в сторону общего направления движения является очень сильным сигналом на то что кто-то пытается набрать себе шартовую позицию инструмент дальше будет падать то есть PayPal очень хороший первый кандидат и причина этому несколько сказал он намного слабее рынка в инструменте вообще не осталось тех кто зарабатывает деньги и если вот здесь вот этот уровень который 60-40 этот уровень будет пробит то по сути дела мы можем получить очень и очень сильный импульс по PayPal если посмотреть общую картинку то PayPal показывает такую картинку что по сути дела акция будет медленно умирать а может и быстро следующая бумага на которую нужно обратить внимание по сути дела тоже нашел это акция Zoom если вы посмотрите акции Zoom то практически там с прошлого августа то есть чуть чуть меньше года там девять месяцев мы находимся в так называемом широком нисходящем рейндже что такое широкий нисходящий рейндж если вы по сути дела посмотрите вот эту всеобщую картинку вы увидите да что все всплески каждый всплеск ниже предыдущего что будем говорить так рисует вот такую вот картинку ну то что вы любите говорить там наклонные уровни пускай будет по вашему наклонный уровень посмотрите внимательно мы тестировали видите локальный минимум и обратно к нему пришли то есть мы не смогли удержать рост это показывает то что у Zoom будут проблемы теперь давайте подумаем почему у Zoom проблемы и почему по сути дела по 5990 просто Zoom нужно шортить итак смотрите внимательно акция Zoom очень сильно поднялись естественно когда был ковид благодаря ковиду эти акции видите они взлетели в 10 раз то есть ковид помог очень сильно потому что люди не работали люди сидели дома все бизнеса работали практически из дома и естественно это благоприятно показало то что Zoom очень и очень себя комфортно ведет но на сегодняшний день по сути дела сейчас очень мало людей которые пользуются Zoom я вообще думаю что он не должен был даже сейчас там и 60 долларов то есть я думаю что это бумага на 20 долларов объясню почему акции растут цене только тогда когда по сути дела компания начинает прогрессивно зарабатывать деньги Zoom сейчас прогрессивно деньги не зарабатывают PayPal прогрессивно деньги не зарабатывают поэтому 5990 я зум продавал бы долгосрочно и и ну шортил да следующая акция Nvidia смотрите внимательно ну Nvidia последнее время показывает феноменальную динамику на самом деле очень мощная компания которая кстати сейчас сегодня почти приблизилась к одному триллиону долларов она попала в клуб триллиончиков вместе с Apple и Amazon в свое время то есть она сейчас компания номер два и сегодня вышли очень хорошие квартальные отчеты по Nvidia объясню почему у Nvidia очень хорошие новости появились в связи с разработками в сфере искусственного интеллекта на сегодняшний день это вот такой один из самых горячих секторов искусственного интеллекта и Nvidia сказала что она очень преуспела в секторе и вот новые там видеокарты чипы которые там будет делать Nvidia они на самом деле очень хорошо будут складываться в квартальных отчетах компании даже на следующий квартал компания сказала что приблизительно будет там на на том же уровне но но Nvidia смотрится очень хорошо итак мы посмотрели несколько бумаг теперь давайте вместе с вами пройдемся по списку и посмотрим по домашке на что нужно обращать внимание мы сегодня с вами как я уже сказал выделили две очень интересные бумаги это Zoom и PayPal идем дальше Square видите это тоже бумага которая по сути дела у меня стоит на шерповом листе сейчас я поставлю Square и очень похожая ситуация смотрите очень многие бумаги вернулись к тем уровням у которых они были там 18-19 год видите Square ее пытаются постоянно выкупить но она все равно стоит у меня на шерповом листе для того чтобы научиться зарабатывать деньги эти задача номер один нужно идти вот так вот stack by stack акция за до тех пор пока по сути дела вы не найдете те инструменты которые выглядят сильнее или слабее рынка или те инструменты в которых будет красивая картинка